Президент Беларуси сегодня направился в Китайскую Народную Республику. По итогам государственного визита Александра Лукашенко будет подписано около 30 соглашений о развитии сотрудничества во всех сферах. Президент уже девятый раз посещает Китай. Он проведет переговоры с председателем КНР Си Диньпином, премьером Госсовета и другими высшими должностными лицами. К прилету Александра Лукашенко правительственная делегация согласовала перечень документов, предложенных для подписания. Большой пакет касается финансового сотрудничества. Страны изменили стратегию от кредитной к инвестиционной. Этим займется новый китайско-белорусский инвестиционный фонд с участием корпорации City Construction, Беларусьбанка и Министерство финансов Беларуси. Мы перешли с нашими китайскими партнерами по инвестиционной деятельности. Мы подписываем соглашение, где будет предоставляться инвестбанкам ресурсы для китайских компаний, для того, чтобы они входили в инвестиционный капитал белорусских компаний, белорусских предприятий. И на Greenfield проекты оценивается вот такое соглашение. Пять миллиардов долларов. От кредита в полной мере страны не откажутся. Еще один проект – это льготное кредитование пяти крупных проектов машиностроения и сельском хозяйстве. Белорусская торгово-промышленная палата готова подписать сразу два соглашения с Китайским комитетом содействия международной торговли и Международной палатой частного сектора. Усилия будут концентрировать вокруг нового шелкового пути. Беларусь участвует в этом проекте. В начале сентября мы присоединились к Международной торговой палате шелкового пути. Эта палата объединяет порядка 40 государств сегодня, заинтересованных и участвующих в этом проекте. Сегодня это фонд шелкового пути примерно в один миллиард. И сегодня мы готовы открыть доступ к этим финансовым ресурсам белорусских партнеров. В общем, это новые такие темы, направления, которые, безусловно, повлияют на развитие наших отношений. Чиновники, руководители крупных предприятий, бизнесмены провели в Пекине предварительные переговоры. Есть договоренности об увеличении поставок белорусской сельхозпродукции. Сейчас продукты в Китай отправляют 34 молочных завода. Еще шесть мясных начнут продажи в ближайшее время.